В 1988 году его имя узнал весь мир. На играх в Сеуле он прославил не только Советский Союз, но и стал первым в истории Чечена-Ингушетии спортсменом, завоевавшим олимпийское золото. Сегодня наша программа побывала в гостях у олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, общественного деятеля Исраила Арсамакова. Мы приехали к нему в Ингушетию, в его родовое селение Плиева. Два года назад Арсамаков перебрался сюда из Москвы ухаживать за больной матерью, а позднее занялся строительством дома. У меня ситуация сложилась такая, что приехал, хотел так вот обустроить быт матери, а мужа возраст, здоровье не то. Ну, я предполагал, что я вот сделаю определенные реформы, так скажем, и все будет нормально. Но когда я увидел прогрессирующие проблемы, то я решил, что далеко отходить нельзя, а желательно быть совсем рядом, чтобы и людей не напрягать, и удобнее было все это контролировать. Ну, а потом сразу мыслили, вот делать нечего скучно, что дальше. Ну, занялся, думаю, давайте для гостей, для этого я решил сделать такое место. И вроде бы сейчас на финише. Ну, не пропадет, во всяком случае. Исраил Арсамаков родился и вырос в Грозном, где его семья обосновалась после депортации. Отец умер, когда он был еще школьником, и матери самой приходилось поднимать пятерых детей. Ну, на моей памяти она работала на четырех местах. Она не умела там вести бизнес, как сегодня говорят, там спекулировать. Она работала и сторож, и убирала, и торговала. Вот в арке, вот тут она. Точка была, в общем, ее драматический театр, и у нее компашину родила. Вот, ну, мне было очень полезно это время, потому что я просмотрел весь репертуар, знал актеров, видел всю эту ситуацию, как они там, вот, как вот творческая жизнь изнутри. Детство Исраила проходило в центре Грозного. По словам нашего героя, тогда, в начале 70-х, еще ощущалось предвзятое отношение к войнахам. Атмосфера непосредственно там в школе взять, да, вот преподавать или все. Там, конечно, чувствовалось вот это вы, мы, это я не скрываю, и действительно оно раздражало. Оно раздражало во всех местах, где вот, как бы, скажем, в нашей войнах и встречались вот с государством. То есть вы чувствовали, да, вот это предвзятое отношение по этническому признаку? Я его чувствовал всегда, потому что говорить вот о таких вещах, это, знаете, дружба народа, вот это вот все. Это вот, знаете, как доктор выходит, лекцию читает о вреде курения, а в перерывах начинает курить. Вот это вот это мне напоминает. И сейчас напоминает. А сейчас она вообще приобрела какие-то вообще извращенные формы. Если взять среду обитания, да, то вот на уровне таких знакомств у нас никогда не возникало вопросов. Ни с какой национальностью. Там и евреи, и армяне, и русские, и кого только не было. Вот. Возникали, естественно, вот эти вот правильно или неправильно, этот вот поступок хороший или нехороший. Но когда ты сталкивался вот с учреждением, там обязательно это продолжалось потом. И в сборной страны то же самое было по тяжелой критике и по другим видам наверняка. Но я с этим сталкивался. Вы можете вспомнить событие или, я не знаю, какой-то случай, который произвел на вас в детстве наибольшее впечатление? Я сейчас один случай вам расскажу, интересный. Вот у многих людей это бывает в жизни такая вещь. Короче, 1 сентября, первый класс я иду. Ну, мать, ну, тогда, конечно, все люди были очень скромные, небогатые. Но, тем не менее, она там в бюджете все предусмотрела, меня с иголочки одела, купила вот такой огромный букет цветов. Я, в общем-то, иду в школу, и линейка, и вот, ну, я, в общем-то, мне говорят, вот будет ваша классная руководительница, вас когда туда пойдут, посадят, и вот ты подаришь эти цветы, классная руководительница. Я вот такой веселый, нормальный, как и все школьники, прохожу, стою на линейке. И вот там вот эта вся процедура происходит. Ну, для меня это было непривычно все, но очень торжественно. И тут объявляют какую-то вот, вот у нас такая заслуженная учительница, она такая хорошая. И все, вот она идет, и вот ряд, вот это вот мы стоим, и вот она идет, и к ней подбегает, цветы ей дают. И одна, значит, старшеклассница выхватывает мои цветы и отдает ей. И я в класс иду один без цветов, без ничего. Вот. Как так? Да. Я несколько раз в жизни с этим сталкивался. Еще раз несправедливые отношения Арсамаков ощутил сполна, когда его проект «Кавказские игры» хотели присвоить себе чиновники на уровне руководства СКФО. Исраил, расскажите, вот как зародилась идея проведения «Кавказских игр», в чем была уникальность этого проекта? Уникальность этого проекта заключается в том, что народы Кавказа получают возможность заниматься непосредственно натуральной этнокультурой своей. Не сквозь призму там Минкульта и тому подобных вещей, не шаблонных. Это должно было возродить праздничную и игровую культуру народов Кавказа, которая отличается своеобразием. И она, в общем-то, по своей зрелищности, по своим смысловым наполнениям ничем не уступает никаким мировым образцам. Я правильно понимаю, что этот проект решили проводить на государственном уровне, но вас вытеснили, потому что ваша концепция их не устраивала? Концепция, понятие вот такое, что концепция – это общее понятие, а там есть конкретные вещи. Что конкретно не устраивало? Вот одна из частей этого, того, что меня не устраивало. Конечно, можно выскочить и там вытащить флаги, орать все, что угодно, и про дружбу народа, и все, что угодно. А можно непосредственно заниматься культурой. Одно из моих вот было пожеланий – возродить конную культуру Кавказа. Мы говорим, какой-то вид спорта пропагандируют в Олимпийские игры, да? Ну почему керлинг? Олимпийский вид спорта, да? Я говорю, мы бы, как Россия, если мы вот такие, мы могли бы пропагандировать джигетовку. Очень даже классный вид спорта. Он ничем не отличается, он даже лучше. Он даже зрелищный. Это в 2010 году было. Мне звонят. Вот так, вот так вот с вами хочет человек поговорить. Это вот когда я в Ингушетии провел, там вот пошло. Многие не знали, откуда идет, а когда увидели, что вроде был обычный парень, вот он двигает идею. Значит, она ниоткуда, ни из кабинета вышла. И я не такой правильной национальности оказался, понимаете? Ярин хочет со мной поговорить. Это вот сейчас, который внутренней политики. Ну я говорю, конечно, если хочет, я работал здесь с советником, поможете кому, Евкурова. Еду туда, все, привет, Ярин. Ну я откуда знать, кто такой Ярин? А он мне говорит, вот ты давай отойди в сторону. Это тогда еще было. Отойди в сторону, это надо все отдать казачеству. Я говорю, казачество может быть частью Кавказа, а не Кавказ частью казачества. Вот наш диалог был. Ну он говорит, ну я тебе сказал. Я говорю, ну я тебя услышал, я ушел, потом меня выгнали, вот и все. Игры все же провели, но подали, что называется, под другим соусом, назвав фестивалем культуры и спорта. Дело в том, что Арсамаков подал судно нерадивых чиновников и смог отвоевать название своего проекта «Кавказские игры». У вас опустились руки после всего этого? Вы будете возрождать этот проект? Я на сегодняшний день не вижу, у меня нет ресурсов. Если тогда это были Олимпийские игры, и там черкесы начали говорить, там и вот Красная Поляна, вот это было все, да, вот назревали такие напряжения. И некий запрос был, и вот в этот момент эта идея как-то проскочила, но когда она начала проявляться, ее быстренько загасили. А сейчас нету ни Олимпиады, ничего. Есть русский мир, Крым наш, и вот это вот вся, вот это непонятно что, да? А в этом вы что? Надо языки, не обязательно. Это не обязательно. Мы все русские. Я никогда русским не был, я среди русских прожил, очень хорошо живу, и никаких вопросов, но я не русский. Я когда попал в сборную Советского Союза в 79-м году, в эти первые сборы, которые я начал ездить, ну дают кушать. Я не знаю, свинина, не свинина. Я не ем, мясо не ем, что не ешь? А я вот спрашиваю, это свинина, нет? Ну это свинина, я не ем. А это не свинина, ну кушаешь. Ну это сейчас очень легко, да, вот там рассуждать. А в Советском Союзе особо ты не порассуждаешь, ты с голоду умрешь. Где-то там на этой теме коснешься, ну ты если знаешь. Я естественно не перестал кушать мясо, курятину кушал, если я уверен, что это говядина там. Ну и пошло дело. Главное, я не говорю, пусть ест. Никакой, свинину только давайте. Я месяца три, вот три-четыре сбора, у меня вот такое вот, выгнать, за что меня выгонять? Не хочу я кушать, и все. Да? А потом пошли у нас это самое, были моменты очень нехорошие. Я говорю, ребята, дело не в том, что я там супер-мусульманин. Я не хочу ни на кого воздействовать. Но дело в том, что это я говорю, я воспитан в этом. Я говорю, мы не кушаем свинину. Если я говорю, я сейчас продам вот свое. Они говорят, ну тебя же никто не видит. Да, тебя же никто не видит. Не скажи. Я говорю, если я это продам, то я вас 10 раз продам. И на каждом шагу я вас продавать буду. Исраил Арсамаков начал заниматься штангой в 15 лет и уже через два года выиграл Кубок СССР. 10 лет спортсмен входил в состав сборной Советского Союза по тяжелой атлетике. Будучи школьником, Исраил занимался вольной борьбой. Но его тренер Асламбек Дзагоев, заметив, что штанга дается юноше лучше, отвел его к известному тренеру по тяжелой атлетике Ибрагиму Кадзоеву, с которым Арсамакова до сих пор связывают теплые дружеские отношения. Ибрагим, вы до сих пор называете своего подопечного Изя? Вы знаете, и с любовью называют. Мне так нравится. А когда к вам... Для меня он всегда маленький. Маленький до сих пор, да? До сих пор. Тренер по борьбе был в Грозном, Асламбек Захарович Дзагоев. Он был заслуженный тренер Советского Союза. И он с акцентом говорил, и он на весь зал кричит, Абрагим! Я говорю, что такое Асламбек? Вот я тебе будущего чемпиона привел. Ну и ему там 15 еще не было. Я смотрю, такой коренастый, плотненький мальчик. Ну, в общем, мы начали тренироваться вот так. Но вы видели в нем этот потенциал? Ну, вы знаете, его сразу было заметно. Да? Да. И вот мы с ним, можно сказать, по сегодняшний день, сколько лет уже вместе. Победа на Олимпийских играх в Корее стала кульминацией спортивной карьеры Арсамакова. Бросив тогда в Сеуле штангу на помост, он больше ни разу ее не поднял. Слишком дорогой ценой далось ему это золото. Ему очень тяжело досталась эта Олимпиада. Вы знаете, я почти что уверен, что, наверное, так никому не доставалось. Я не имею в виду вот этот физический труд, моральный все. У него были соперники. Во-первых, один был соперник депутат Верховного Совета. Варданян. Он уже автоматический. Ну, он и действительно, он сильный был спортсмен. Второй был спортсмен из Украины, из Беларуси. Я не помню его фамилию сейчас. За него проросил Машеров был. Первый секретарь ЦК партии Беларуси. Вот. И один самый такой жестокий спортсмен был Ли. Его отец, его был тренер. А корейцы объявили, любой кореец, который займет, выиграет золотую медаль, миллион долларов. Ну, а старший тренер сборной команды к этому расположен был. И тот заявил ему, я это точно знал, мне сказали. Сказали. Он зашел и сказал, если мой сын поедет на Олимпиаду, я тебя там отстегну. И тот, конечно, был заинтересован. Но, несмотря на это, он все это выдержал. Вот. Конечно, и ребята там мешались. Но он был сильнее. Он выиграл и прикидки, он выиграл и союз. Он должен был ехать. За год до Корейской Олимпиады, чувствуя сильнейшую физическую усталость, Арсамаков оставил занятия спортом. Вернулся к тренировкам и сраил благодаря матери. Я бросал заниматься, но это была депрессия и физически очень я себя неважно чувствовал. Но потом потихоньку, потихоньку. Что мама вам сказала, что вы вернулись? А, зимняя Олимпиада проходила, и она мне говорит, а почему ты там не выступаешь? Я прикололся с того, что она как бы, для нее она все одно и то же. Ну, причем зимняя Олимпиада и эта Олимпиада. Ну, то есть и летняя, да? Да, да, да. А она говорит, а почему все там? Вот это смешно стало. Сколько было у меня в жизни моментов, она всегда могла все бросить. Что тебе нужно, и покушать, и все. Икру где-то нашла, и это нашла. Вот у меня всегда было, ну как, ей-то, обычно родители как бы требуют к себе. А это все хотелось бы, вот, давай, давай, давай. Ну, у нее всегда характер был очень такой вот, она выдержала очень много вещей. За 12 лет в тяжелой атлетике Арсамаков 7 раз был чемпионом СССР. В 1986 году стал серебряным призером чемпионата мира и золотым призером чемпионата Европы. Как любой спортсмен, Исраил мечтал об олимпийском золоте. Но эйфории после победы в Сеуле он не испытал. То есть вы, ну, до последнего момента не знали, да, выйдете ли вы на помост? Абсолютно. За два часа. Это было неожиданностью для вас? Так же, как и эта победа? Победы не было неожиданностью. Вы были уверены в своей победе? Я не то, что был уверен. Мне смешно это было, что олимпийские игры таким... Я же, как вам сказать? Во-первых, до Олимпиады, когда вот эти вот шли постоянные рубиловки, а мне приходилось чуть ли не каждый день ходить на предельные веса, я, естественно, получил, нахватал травм. И у меня кисть не держала. Допустим, я легко выбрасываю, но не держит она. Ее перетянул, положили мы, значит, сюда картонку, чтобы фиксировать. Колени там... То есть вот эти травмы, они... Если бы без этих травм, там красивое, нормальное выступление было. А потом я вижу, ну, 205 килограмм вот так хватает, чтобы выиграть Олимпийские игры. Для меня это шуточное... Но уже 210 подняли? А? 210? Так вот я скажу так. Я поднимаю 205 килограмм. Я же вижу, что на разминке творится. У меня парень, который рывок выиграл, он убежал, он под допингами был. А там зададим, вон там вот этот кореец в хвосте. И один венгер. Но я знаю, что 100 процентов, вот 205 я выигрываю. Я поднимаю 205. Потом ставил 210. И, честно говоря, несерьезно. Я долго стоял, не настроился, это мало. То есть я был заряжен. И не поднял я вторым подходом. Так я потом себя начал сам, внутри все вду. Давай в любом случае, ты дурак, столько шел к этому. Тебе нужно... Я себя настолько перевернул за эти три минуты, чтобы настроиться, 210 поднимать. В тот момент, когда вы стояли, да, и вот вы подняли глаза, и мне показалось, что вы как будто обращаетесь к Всевышнему, чтобы он вам помог. Не, ну, к Всевышнему мы всегда обращаемся, мы всегда читаем Аль-Фатиху, мы всегда просим Бога. Там на Олимпиаде вы просили его о помощи? Я всегда прошу. И утром встал, я как бы ловлю спрошу. Потому что все в его руках, но, тем не менее, надо самому работать. Вы принесли победу всему чечено-ингушскому народу тогда, это был большой праздник, люди выходили на улицы, танцевали, радовались. Как изменилась ваша жизнь? Стала ли она делиться на до и после, и как вас встретили на родине? Ну, я так скажу, что достойных олимпийских медалей были у нас спортсмены. Ну, так посчастливилось, что я первым до этого дотянулся. Несколько человек у нас поехало, это был действительно результат от нашей республики, несколько человек. Ну, я так скажу, что из них, я считаю, что я был, в общем-то, достойнее. Почему? Потому что я с 79-го года в составе сборной страны. Я в 8 лет был лучшим спортсменом член-ингушетий. То есть эти выскочили где-то в 85-86 год. И они тоже готовы были и достойны были. Адлан Вараев вот в первую очередь достойный был. Но я говорю, пацаны, я раньше начал, в общем-то, вы не обижайтесь, если мне Всевышний как-то, я больше труда вложил. Продолжайте. Молодые люди идут в спорт, потому что он стал модным и в большей степени благодаря тому, что им дарятся какие-то материальные блага. Если спортсмен выиграл где-то соревнования, ему дарят иномарки, квартиры. И вот это подкупает молодых людей. То есть это можно выиграть одно соревнование и сразу разбогатеть. Вот если сравнивать те достижения ваши, да, олимпийская медаль, первые в течение Ингушетии. Вот в то время были вот эти вот ценности? Как вас отблагодарило, скажем, государство? Ну, так скажем, государство никак не отблагодарило. Ну, я купил за госцену «Волгу». Вот это меня отблагодарило, и все. То есть вы все равно сами ее купили? Ну, я купил просто по госцене, так скажем. Ну, те постарше поколение понимают, о чем я говорю, да? Это сейчас молодые же не понимают. Так уж сложилось, что олимпийские чемпионы, закончив спортивную карьеру, начинают заниматься политикой. И очень часто их можно увидеть в депутатских креслах Государственной Думы. Как к этому относится наш герой? Я категорически против. Я не против. Пускай заниматься политикой, но заниматься политикой в понимании, в нормальном – это одно. А в российском – это другое. Как будто пресс тебе дали депутатский мандат, 500 тысяч зарплата, 250 пенсий, ты свободен, ты награду получил. Ну, извините, там серьезные моменты, касающиеся судьбы страны. И это с кондачка нельзя решать. Несмотря на то, что Исраил после Олимпиады был эмоционально опустошен, победа в Сеуле – одна из самых ярких страниц его биографии. Любой период жизни наш герой принимает философски, находя в каждом из них светлые и позитивные моменты. Как говорится, в любом возрасте есть свои прелести. Я просто считаю, что, ну, если уж нас так Всевышний создал, что вот идут этапы, надо просто пользоваться тем, что есть, не сказать, какой период, допустим, возрастной. Да есть люди, я знаю, которые сильно переживают этот кризис возраста, бывает. Но мне это смешно, честно говоря, потому что до любого возраста есть отрезки, которые действительно приятно вспомнить. Но я считаю, что надо просто от жизни брать как можно больше. И тогда не будет ощущения, вот этот вот лучше был период, а этот хуже. А вы считаете себя счастливым человеком? Ну, я себя считаю счастливым человеком. Мне жаловаться не на что. Какое место в вашей жизни занимает вера в Бога? Ну, насколько я верующий, это, наверное, только будет в судный день известно. И где мои проколы или какие-то там, может быть, положительные вещи. А я так скажу, что при нормальной ситуации, в общем-то, можно ставить чуть-чуть развернуть вопрос. Какое место занимает что-то в вере в Бога? Это не популизм. Человек практически, вот он просыпается, у него сразу же все вопросы. Он же определяет свой автоматический, восстанавливает, перезагружает компьютер. Кто он, что он, где он, как он, все анализирует. И пошел. А с какой просьбой вы обращаетесь к нему в последние годы? У каждого свое и... Очень личное. Это очень личное, да. Но самое важное, это чтобы он простил. Если бы у вас была возможность написать смс в одном предложении для будущих поколений, что бы вы написали в этом предложении? Вот единственное, будьте людьми написать. Больше ничего не скажешь. Будьте людьми. Как вам кажется, в чем ваше призвание? Я хочу быть... Всегда хотел бы быть полезным. А призвание... Вот я знаю, что из меня не получится там чиновник в современных реальных пониманиях. Призвание работать. Девушки отдыхают. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...